Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 820. События дня. Книга Ниеме 9.16. Но они, отцы наши, упрямствовали и шею свою держали упруга. За 13 марта 2018 года. Притчи 22.10. Прогони кощунника и удалится раздор, И прекратятся ссора и брань. Ну вот как привыкли так вот. Любить надо, любить надо. Ну любить человек творит пакости, Разносит худые молвы. А если есть такая возможность, что, только прогони. Он кощунствует над всем. Не надо выдумать, а такие вот любисты прям все это любить надо, А ничего не делает. Ты на месте осуждают, что у Сергея там Василий живет, И вот не так, кто не так, А кто-то говорит, да вы сами-то возьмите, Вы же видите, какой работать не хочет, лукавит, хитрит. И питается там бесплатно. Обогрелся, отстирали, постригли. А ты-то ничего не делал, и что ты судишь? Прогони его, и все, кощунника. И утихнет раздор. Дальше. Анастасия, если кто в присутствии твоем начнет осуждать брата своего, Скажи осуждающему со смирением. Любезный брат, прости меня, ибо я грешен и немощен, И повинен тому, о чем ты говоришь. Почему не могу всего переносить? Преподобный Ава Исаия. Ну, неплохо, как будто говорится-то. Но когда до дела-то доходит, А-то говорят люди, верующие, монахи, вот так вот играют. Но если где-то что-то покажется им не так, Какие только казни не выдумывают-то? Вот епископ тут у русских-то был. И уши отрезали, и нос отрезали, и глаза выкололи. Живем. Пытали и пытали. Кто? Епископы? Белый Клобучок его звали. Когда начинает кто при тебе пересуждать брата своего, Потуп лицо свое, преподобный Саак Сирин. Что они имеют в виду пересуждать? Он не проповедует священник, неправильно крестит. Ну, батюшки, ответьте за себя. Он искажает таинство. Все, молчи, проходи. Молчанием Бог предается. Почему забывают, что Григорий сказал? Владимир Иванов. Дорогой, многоуважаемый Игнатий Тихонович. Как мне быть? Являюсь прихожанином и преданно отношусь к своей церкви, Куда прихожу на службы и на причастие. Разумеется, всегда стараюсь помогать своей церкви пожертвованиями, На свечи и на храм. При этом во много, если не сказать во всем, Полностью согласен с вами относительно епископата РПЦ и высшего монашества. Ну, то есть, то, что там есть. К примеру, на Афоне только одно слово. В записочке в Пантелеймонове монастыре стоит 100 евро. Это 6 тысяч с лишним рублей. Это для тех людей, которые проделали огромный путь, возможно, на последние деньги. Во время службы я не поминаю патриарха Кирилла. Теперь относительно денег там в записке. Ну, не бери, никто не заставляет же. Сам не молишься. Ну, где-то видно, что записочки какие-то. Где вы видели? Павел пишет, помолитесь обо мне, чтобы я был освобожден. Все на этом, конец, никаких записочек нет. Ну, сами напридумывают. А теперь, а на этом ты теперь, ну, что угодно можно сказать. Тысячи и тысячи. Ну, не лезь, не бери. Деньги лишние пусть отдают. Там ведь не работают, деньги нужны. И его сподвижников. И не имеют к этому желания. То есть, Кирилла патриарха не хочет поминать. Ну, а что ты этого патриарха-то? Холодно или горячо? Да только делов. Он и знать про тебя не знает. Придумали это поминание. Обязательно должно быть. Я, например, все время молюсь о нем. Ты не можешь, но перед Богом будет это все. Вместе с тем, хочу быть православным и соблюдать все требования православия. Пересматриваю ваш канал. Он очень мне нравится и очень познавателен. Так как мне быть? И стоит ли признаваться в моих мыслях на исповеди? Ну, зачем? В мыслях ты ничего нигде не проявил. В мыслях. Какой прок-то от этого? Тогда меня могут прогнать. И куда после этого ходить на службу? Ну, вот это. Держи язык за зубами. Кайся в грехах. А то думал, мысли. Если бы жил в Барнауле, было бы все проще. Но я в Ленинграде. Санкт-Петербург. Подскажите мне, Игнат Тихонович, с глубочайшим уважением, Владимир. У тебя почему-то окончание слов совсем не произносится. Понадите, поработай хорошенько. Окончание слова – это рифмовка в стихах и везде. Даже ездят до буквы «В» у тебя есть, а дальше уже как будто нет. Дальше. Епископат. Имел в виду высшее монашество с достатком и богатой недвижимостью. Юрий Соболев. Мир вам, Игнат Тихонович. Размышляя о крещении, вот к какому дерзновенному суждению прихожу. Если крещение в переводе на мирское, рождение, духовное, а тому подтверждение мы находим и в Священном Писании, и у святых отцов, в ваших материалах это изложено вполне, то рождение физическое ведь тоже двух видов бывает. Естественное, устроенное Богом, и неестественное, кесарево сечение. А ну-ка произнеси «неестественное» с окончанием. Неестественное. Медики стоят на естественном, или в случаях крайних, угрожающих жизни младенца или матери, идут на кесарева. Почему? Психологи и медики утверждают, что кесаря-то неполноценны, в первую очередь в плане психологическом, а ведь психи от греческого душа. Не прошедшие, естественно, первого испытания. Они и в дальнейшей жизни не способны к психологической твердости в решении жизненных вопросов. Так и в церкви. Обливание – это крещение, страха смертного ради. Поэтому таковых крещеных и не должно допускать в клир. Так как на духовном уровне это неполноценные христиане, а посему требуется полное погружение и троекратное. Быть может, поэтому, если переводить на духовное, наша церковь и клир в первую очередь такие безжизненные и слабые, прогибаемые, есть возрождение против этого. А старообрядцы? Верно, они все до единого крещены правильно, а потому потенциально духовно очень сильны. В буквальном смысле фанатики. Люди очень твердые в вере. Но не в научении. Им не хватает последнего. Это как физически, природно, сильного и способного человека отдать в секцию, скажем, бокса. Дать все необходимо из инвентаря, но оставить в спортзале одного, не прикрепив к спортсмену тренера-учителя. Разумеется, он и останется лишь на первом уровне – физическом. Поэтому церковь мудро составила каноны, о недопущении клиников в клир. А то ведь на сегодня у нас получается не клир, а клин. Нет правильного крещения, рождения и научения смерть человеку. И в физическом, а главное – в духовном плане. Увы, сегодня за рощайшим исключением нет ни правильного крещения, ни научения. И если физически нельзя дважды войти в утробу матери, как справедливо замечает Никодим, Иван Греатяна, 3 глава, то по человеколюбию Господь утроил так, что духовно возможно. Нужно лишь принять крещение полным троекратным погружением. Вот такие мысли, Игнатий Тихонович. Молитвенно обнимаю вас. Владимир Галиндухин. Мир вам, Игнатий Тихонович. После приезда от вас я встречался с одним нашим священником, отцом Борисом, молодой батюшкой. Поделился с ним впечатлениями от поездки. Получился у нас довольно непростой разговор, но расстались с миром. По поводу крещения канонического полным погружением разногласий не было, и даже Бороду обещался отпустить. Но вот по отношению к мощам, говорит, согласиться не могу. Да, батюшка просто помешан на них. Народу в храме 2-3 человека и одни бабки. И вот пытается завлечь прихожан мощами, а епархия требует денег. Вот и впадает в уныние батюшка. Ну что тут есть божественное? Ну, допустим, нравится мощи, там польют в вине таком, обмывают их. Пять органов чувств. Первое, смотреть приятно. Ну, представь, берцовая кость, как она там увеличена, какая она ровная, бывает желтого цвета, глаза радуются. Дальше, ну и любят говорить о костях, может быть, там они звенят, и на вкус, и на нюх. Ну, все органы радуются. Ну, в силе остается прах, ты в прах возвратись. Ну, как это не понять-то? Ты что угодно теперь говори о мощах. Вот кому эти мощи не попадут, все в кладбище встанет. Но слово Божие говорит, прах ты и в прах возвратишься. Не то, что там у Елисея мощи коснулось, но у вас-то ни одно не воскрес, никто. Вот на нарочно натягивает на себя-то. Ни одного не было случая больше, за всю историю. Чтобы к Костю или к мертвому прикоснулся, человек воскрес и побежал. Нету? Дальше. Но согласился, что нужно что-то делать и в первую очередь проповедовать живое Слово Божие. И еще показать делами, как ты сам живешь по заповедям. На деле получается в проповеди одно, а в жизни на деле совсем другое, далеко не евангельское. Вот и отвращается народ от таких священников и епископов. И как следствие от церкви, с радостью вспоминая пребывание в Потеряевке, как будто побывал в другом мире и в другое время. Спаси Христос. Я считал, там один какой-то немецкий князь, у него замок, ну, окрестность, там есть земли принадлежат. Ну, все бедно-бедно. Но познакомился с епископом, и что-то он ему угодил, сейчас не помню. Епископ говорит, ну, что тебе надо-то? Он говорит, у меня так-то все есть. Вот местность такая захудалая, там прибыли никакой нету, и все бедно. Ну, а я что могу сделать? Владыка, дайте мне мощи. У вас вот святой лежит, там совсем мало людей. А наше местность далеко от вас. Да бери, потом принесешь, если нужно будет. Он взял, с почестем принес и везде дал объявление. Объявление? К нам не надо подходить даже сейчас. Я же сказал. Он привез мощи, везде объявил, народ потек, стали свечи покупать. Года два прошло, он все поднял, и сельское хозяйство, и шахта опять заработала. Все поднял мощами. Мертвый поднял, это как в Испании. Нет денег после войны, ну, что делать? Ниоткуда денег нет. А один человек деловой такой. И он говорит, вот, знаете, Испания тоже имеет какие-то ценности, архитектурные, древние. Надо развить туризм. Ну, и люди будут приезжать и покупать что-то там, а мы разносувенировали делать. Ну, а кого поставить? А тот говорит, так его и поставить надо. Он активный такой. И через него поднялось все. И сельское хозяйство, и все абсолютно подняло. И армию вооружили. Ну, что значит, паломник? Вот сколько ей это в Израиле? Это золотая жила. А так сказать, евреи. Они не признают Христа, считают его обманщиком. Люди идут поклоняться. Гроб Господень и прочее. Да как они разрешают? Да это... Никакой роли-то не играет. Твердости вере не дает. А поток идет. Вот он говорит, за одно слово плати 6 тысяч. Александр Марьясов. Мир вам. Приятные слова и приятно читать. Дай Бог здравия и долгоденствия брату Юрию в его соучастии и солидарности в делах Божьих. Но есть Игнатий Тихонович и другие слова. Слова крайней злобы, ненависти и беспутственного обличения. Второй день меня атакует батюшка Сергей Дудин. Не знаю, что с ним произошло, но он явно раздражен и ненавистен к вам. Второй день он ищет во мне своего соучастника в обличении вас в прелести и ереси. Не знаю, что между вами произошло, но думаю, что-то серьезное. Ну ничего не было и нету. Он гоняется за всем. Это больной человек, больной. И такие пакости делают. Я ему просто кличку даю подлый с большой буквы. Вот 1300 человек ко мне в контакты заходят, он кому-то скажет, давайте, нажимайте, нажимайте. И заблокировали опять недели, две, опять никого нету. С ним были беседы вначале хорошие, теперь гоняется. Валентины Сортисон взломал все и утащил. Ну какое-то, он даже как человек-то никакой. Батюшка, теперь еще председатель миссионерского отдела. Самое злобное, самое коварное, бестолковое, лезут в миссионерский отдел. Их нельзя создать, это выдумка. Христос их не создавал. Он избрал на апостолов, вот и миссионерство в избрании. А избрания-то нет, он теперь и колготится, лишь бы деньги давали. Так я ничего не могу не отвечать только. Я пытался призвать его к смирению и самообладанию. Ведь такая ненависть и злоба, она не дает покоя ни сердцу его, ни душе. Ну он в церкви стоит, там руки поднимает, он не верующий никакого нету, понятия не имеет. И кривляется на лицо-то посмотришь и видно вся какая-то ехидство одно. Он чуть не криком кричит, чтобы я покаялся и признал за собой грех за распространение ваших замечательных книг. Хотя они для него таковыми не являются. Он по ним вел занятия, занятия. Но когда перед ним засметилось, что убрали там Степаненко с этой должности, то его на это место, он как с ума сошел. Ну денег-то нет, на стройку не пойдет работать. Призвал его покаяться и смириться хотя бы с самим собой. А то так и до беды рукой подать. Спаси Христос. Ну, у Бога все есть. В темечко сунет Господь и до свидания. Тарасий Пикаш. Игнатий Тихонович, благодарю, что не забываете, присоединяюсь к мнению Юрия Соболева по поводу митрополита Сергия. Очень жаль, что патриарх не приехал к вам поговорить. Это большая его ошибка. Он рядом был в Барнауле и до нас не доехал. Не допустили его. Выступление патриарха в Барнауле показывает, что он ослеплен строительством храмов по всей земле. История ничему не учит. Если бы он услышал вас и все эти колоссальные средства бросить на проповедь, ход событий изменился бы в лучшую сторону. Я проповедую по мере сил. Бог дал машину. Дом в поселке Белка Одесской области. 50 километров от Одессы. Мечтаю организовать центр православного миссионерства по вашей схеме. Дело только за финансированием. Он работает в дальнем плавании. Матрос плавает. В селе монастырь три храма. Можно в интернете посмотреть. Село маленькое. Через месяц на судно. Смиряюсь. За все благодарю Бога. Храни вас Христос. Игнатий Лапкин. Мысль хорошая о том, чтобы каждый ролик на нашем видеоканале снабдить и оглавлением что и на какой минуте в секунде. Ну вот такое, чтобы понимали, что за содержание, как найти-то. Раз и нашел. Но кто это сделает? Вот события дня. Регулярно, хотя не с самого начала, снабжает такими сопроводительными данными Андрей недоступ. Мне не удалось найти таких помощников. Труд очень большой. Вот хотя бы по собраниям воскресные дни. Никто не взялся по сей день. А про меня что сказать? Не только иногда, некогда, но абсолютно и всегда некогда. Говорят, что в одном государстве мыши были весьма встревожены положением на складе пищевом. Принесли туда кошку Мяу. И она начала душить днем и ночью. И мышиное царство начало скукоживаться. Тогда было собрано совещанием Верховной Рады Мышиной или Думы Кресиной. И решили, что самое лучшее повесить кошке на шее звонок. Остался нерешенным до сегодня только один вопрос. Кто это сделает? Вот так и тут. Ну, надо повесить, чтобы кошка идет и сразу зазвонила, и они мыши-то разбежались бы. А они ее не видят, не слышат, она в темноте и душит. Практически самое быстрое восполнение записи себе самому выйти на меня с вопросами. Чтобы не менее, чем на полчаса разный и для разных роликов себе будешь уже отсюда брать. Евтушенко Сергей. На фоне экономической войны Израиля против церкви появляются вот такие вот новости. Армянский священник рассказал о происхождении благодатного дня. Представитель армянской патриархии Самуил Агаян рассказал в репортаже телеканала Хадашот 2 как на самом деле зажигает благодатный огонь в храме Грома Господня. Агаян трижды присутствовал к увыклии при зажигании огня. Там пещера в которой находится. Говорят оно само в двух раз и свеча загорается. Он заявил в ролике необъяснение начинается на 11 минуты 0,8 секунды, что патриархи зажигает связки восковых свечей от мысляной лампады. По словам Агаяна Бог творит чудеса, но не по тех людям и ничего мистического в этом процессе нет. Там горит они все и никого туда не пускают. Вот выходит патриарх все благодатный огонь все загорелось само и меня все время прошло вы верили никогда не верил а как вы знали никак не знаю просто молюсь и понимаю все обман и сатана огонь будет с неба сводить у них есть связки свечей мы называем их факелы и они поджигают их от масляной свечи от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь мы верим в чудеса но я был там три раза и это не чудо Самуил Агаян представитель Копской церкви не согласился с этим высказыванием и потребовал остановить съемку обвинив его во лжи Агаян возразил что копты не присутствуют при зажигании огня в отличие от армян но оппонент продолжил утверждать что благодатный огонь сходит с неба Агаян лжет а сами не видели а их туда не допускают Копская церковь Наталья Усатая рассорить церкви между собой и рассорить народом между собой это давно в помыслах лукавых мировом отец Игнатий вчера я поссорилась с мужем он обманул меня и билет мне не купит говорит пока не стану такой как раньше ничего не получишь издевается надо мной одна сплошная ложь невозможно молиться не дает писание не разрешает читать детям молиться не разрешает хочет чтобы дети были как у всех с накрашенными ногтями с сережками в ушах и в штанах никакие юбки платья он одержимый на вскрытой форме я буду разводиться по другому никак регистрированного брака у нас нет только дети записаны на его фамилию я больше жить так не могу и дети мои другие не такие как все дети хулить страшно и Христа и церковь и меня на глазах у детей что вы посоветуете мне правильно ли я поступаю меня могут депортировать в Молдавию а дети не знаю все будет решать суд здесь есть организация которая помогает по таким вопросам Игнатий Лапкин советы давать легко по человеческим меркам от такого тирана конечно же нужно бежать скажут вам но у нас есть божественный закон во святой Библии вот на него и нужно опереться в слове же Божьем мы находим ясное разъяснение по такому сложному вопросу в житейском плане Галатам 4.31 Итак братья мы дети не рабы но свободной 1 Коринфянам 7 глава 10 стих а вступившим в брак не я поваливаю а Господь жене не разводиться с мужем если же разведется то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей впрочем я говорю а не Господь если какой брат имеет жену неверующую и она согласна жить с ним то он не должен оставлять ее и жена которая имеет мужа неверующего и он согласен жить с нею не должна оставлять его ибо неверующий муж освещается женою верующую и жена неверующая освещается мужем верующим иначе дети ваши были бы нечисты а теперь святые смотри все время босиком который раз уже говорю ничего не могу сделать если же неверующий хочет развестись пусть разводится брат или сестра в таких случаях не связаны к миру призвал нас Господь почему ты знаешь жена не спасешь ли мужа или ты муж почему знаешь не спасешь ли жены только каждый поступает так как Бог ему определил и каждый как Господь призвал так я повелеваю по всем церквям выкуплены дорогой ценой не делайте с рабами человеков не имя 10.30 и не отдавай дочерей своих иноземным народам и их дочерей не брать за сыновей своих не имя 13.23 еще в те дни я видел иудеев которые взяли себе жен из азотянок аминитянок и моавитянок и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски я сделал за это выговор и проклинал их и некоторых из мужей бил рвал у них волоса и заклинал их Богом чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя не за них ли говорил я грешил Соломон царь Израилев у многих народов не было такого царя как он он был любим Богом своим и Бог поставил его царем над всеми израильтянами и однако же чужеземные жены ввели в грех и его и можно ли нам слышать о вас что вы делаете все сие великое зло грешите перед Богом нашим и принимая в сожительство чужеземных жен из сыновей Иоиады сына великого священника Илеашива один был зятем санавалама салама хранита я прогнал его от себя первое ездро 9-10 главы читать полностью несколько раз о разводе сыноверцем как бы угодном деле то есть богугодное дело сыноверцем развестись Наталья Усатая как страшно прочитала 9-10 главы ездра я все узнаю и спрошу как сделать умно я замуж больше не желаю сыто по горло что не делаешь ничем не угодишь когда много прочитала и узнала что из такого брака ничего не выйдет тогда поздно было у меня уже были дети и муж постоянно обманывал и когда ко мне приезжала свекровь он всегда говорил молчи ничего не говори а особенно о религии при мне дети каждый день отталкиваются от отца остаться жить с ним ради квартиры и пособий которые ни на что не хватает и на руки не получаю все финансы он держит у себя это вечная погибель пока дети маленькие я еще могу на них влиять а как пойдут в школу то все тут все дети такие им хочешь или не хочешь переформатирует мозг и все блага мира предоставит только в четырех стенах сидеть и ни благовестия ни в храм не сходить с детьми не хочет посидеть и крестить детей не дает и мне сказал ты что совсем чокнутая какое крещение у него давно есть такие мысли оставить меня а детей забрать с ума сошел Игнатий Лапкин пусть кто узнает продает ли Роман контейнеры хорошо было бы если бы он оставил каталог цен на то что ему необходимо продать и получить деньги переслать ему может быть кто приедет и товары может купить Елена Барабаш батюшка у Романа спрашивал про цены он пока не знает ждет суда 14 марта сегодня 14 но отожили 15 сегодня день Евдокия это начало весны мне пришло вот такое письмо от Людмилы Дятловой здравствуйте Елена случайно нашла канал на ютубе Игнатия Лапкина и смотрю с удовольствием и часто вас там вижу а посторонние люди могут приехать в Потеряевку просто отпуск провести я спрашиваю потому что смотрела в фильмах что нужно специальное разрешение Игнатия Лапкина если можно то ответьте пожалуйста всего вам доброго что ответить это меня Барабаш она спрашивает я отвечаю Игнатий Лапкин я бы ответил так как тут напишу но это можно будет сделать только после общего собрания деревни Потеряевка которая подтвердит это предложение и не на один день а из прицела на будущее время и годы если кто получит разрешение от вас то можно то можно вы же должны абсолютно без обмана написать что подчиняйтесь нашим уставам деревенскому и храмову если думаете присутствовать на богослужении это кто просится ему вот это написать таким можно послать эти уставы но совершенно определенно должно быть оговорено что курящим запрет полный и навсегда не ходить нигде без платка в брюках с разрезами платья то есть как у нас принято по нашему дресс-коду заранее обговорить что в ночное время никто не должен появляться вне отведенного им места нужно чтобы заранее люди увидели где они будут жить можно на квартиру пускать за определенную обговоренную плату а кто беден можно на территории бывшего лагеря Стана там строения еще вполне годны в таком состоянии они и переданы деревне они могут заготавливать себе топливо в окрестных садах сушняк могут пользоваться светом как и что вам там виднее в наших уставах все обговорено тут говорю только о том что не обговорено в уставах мы же в лагере Стани принимали всегда людей и они никогда не нарушали наши порядки и не были в тягость но всегда помогали в работах без разрешения совершенно запрещается приезжать у приезжих записываются паспортные данные и снимается ксерокопия документов приезжать на своих машинах не поездом встречать и провожать никто не будет с собой привозить полные комплекты спальных принадлежностей матрасы простыни и прочее желательно чтобы были с собой резиновые сапоги относительно рыбалки мин что-то 50 процентов пойманной рыбы отдавать деревне потому что рыбу-то покупают если приезжие будут с детьми и пожелают того то мы можем взять детей по общей путевке в письменном виде дают обещание что при нарушении обговоренных условий уставов они безоговорочно и тотчас же покинут территорию деревни уедут совсем из этой местности вот это можно будет взять за основу а что еще появится то и напишите с какого числа будут продукты могут покупать в деревне у нас или в соседних деревнях это объявление может быть можно будет дать в интернете в печати помолитесь хорошо чтобы не было тут петли и ямы она сразу сказала тот там сделает как бы ролик или что-то алексей устиноп и там по хозяйству показывает куриц как есть и он думает что туристы будут приезжать и вроде кто-то будет платить как гробу господню но это гроб потеряевки вера м мир вам дорогой Игнатий Тихонович спаси Христос вас и всех братьев и сестер за молитву обо мне я приняла крещение слава Иисусу Христу я всех вас очень люблю вы моя семья слава Христу Игнатий Лапкин Аллилуйя Ксения Юрова мир всем спешу поделиться радостью радостной новостью Инатих знаю что вы ждете новостей моя подруга Вера Митрохина новый участник занятий по скайпу сегодня сейчас приняла святое крещение в храме Николы на Берсеневке Виталий Калиников Аллилуйя что это ролик ролик там фотография что-то такое Вера Митрохина спаси всех Христос всех очень люблю слава Христу Аллилуйя Евтушенко Сергей поздравляем славу Христу Наталья Осата слава Христу Аллилуйя главно все одну букву пропускают Анастасия благодатный огонь кавычки открыты знамения увлекали более грубых а более разумных пророчества и учения потому те которые были пленены учением были тверже привлеченных знамениями Иоанн Златоуст Надо считать Слово Божие укрепляется а не мощи там какие-то искать мир вам Игнать Тихонович хочу вас попросить чтобы вы мне написали все имена кто обо мне молится молился а я в свою очередь буду молиться о них о спасении душ я очень хочу за всех молиться спаси вас Христос и о вас тоже Игнать Илапкин так и молитесь так и молитесь о наших общинах имена давать не могу не знаю кто молился но все признали что молятся Евгений Трапко Господь Иисус Христос свет этому миру а мы получаем свет евангельский от этого большого света свеча возгорается от другой свечи огонь на свечи символ евангельского света если в таком ключе понимать благодатный огонь и вся литургия носит себе прообразы духовных образов дальше посмотри что интересно мне так интересно мне скинули материал просто интересный вот посмотри какой вот веди покаяние раввина это не просто так а раввин перед русским народом и говорит мы захватили Россию убили 30 миллионов образованных русских вот он раввин вот его видно ну все есть ну я отдельно его сделал так чтобы крупно было и просчитать посчитай покаяние раввина перед русским народом 13 марта 2018 года мы захватили Россию убили 30 миллионов образованных русских Израиль это страна расизма и фашизма мы сами во всем виноваты и должны это знать за что нас гонят мы создали марксизм и ленинизм мы захватили Россию мы убили 30 миллионов образованных русских мы сами мудрецы и сели править над ними содержание кратко выступление в Израиле мы перевели книгу Майн Камф книга хорошая и должна продаваться в школах Израиля продаваться ой господи поймем книга хорошая и должна преподаваться в школах Израиля это необходимо потому что Израиль это страна расизма и фашизма мы сами во всем виноваты и должны это знать за что нас гонят мы создали марксизм и ленинизм мы захватили Россию мы убили 30 миллионов образованных русских мы сами мудрецы и сели править над ними мы захватили Германию мы свою культуру везде насаждали в театрах и в музыке немецкий Вагнер выступил против нас мы Вагнера запретили объявили антисемитам он лишь недавно снова разрешен Германии Медельсон перешел в христианство и крестил своего пятилетнего сына мы рассказали немцам что это еврейская культура на самом деле немецкая мы обещали убить немецкий народ нас правильно гнали мы виноваты мы должны плакать плачет сейчас у нас есть земля и мы не должны заниматься расизмом и надо ассимилироваться надо так понимать не только в Израиле а везде а везде разъяснение 30 миллионов образованных русских они убили по программе классовая борьба по теме еврейская хазария еще 35 миллионов человек битва за хазарию Крым международная конференция конференция судебной экспертизы 2013 год Москва МГУА кратко Ленин это не Ульянов труп опознать и передать США это их еврей и их гражданин Россия находится под внешним управлением оккупирована обзор кратко иудаизм это экстремизм современные проблемы иудаизма статья 282 УК Российской Федерации обзор кратко и что нам делать со всей этой уголовной бандой еврейских сатанистов мы же все прекрасно помним как например в Самаре всех монашек монашек монастыря американские евреи утопили в барже мы помним сколько они убили мы все помним это хорошо что посол США Хансман сам залез в прорубь теперь он должен сдохнуть по молитвам православных как сдох Теодор Рузвельт в первое православное рождество после убийства царской семьи Николая II Романова и его детей еврейские англосаксы традиционно захватывают страну и убивают вождей народа Каддафи Хусейн и другие убиты именно исходя из этой традиции еврейских англосаксов короче Хансман должен сдохнуть сам не справиться надо помолиться все англосаксы и евреи должны бежать с нашего континента без оглядки и дохнуть на ходу самый известный мормон Мид Ромни и его обещание убить Россию и евреи и евреи и евреи и евреи Россия представляет собой угрозу всему человечеству. Мягкие действия мистера Обамы, поставившего своей целью развалить Россию путем эскалации межнациональных и межрелигиозных конфликтов, привели лишь к тому, что власть в этой стране крепче закрутила гайки. Сегодня президент Путин отправил за решетку вестниц свободный, музыкальных богинь из группы Пуссерайт. Сегодня он стал преследовать нашего друга мистера Навального, который возглавил список глобальных мыслителей современности по версии журнала Фейерн Полиси. Преследовать, потому что президент Путин боится умных людей. Он боится Америку и боится друзей Америки. Он боится, что мистер Навальный может составить ему конкуренцию и победить на выборах президента. Поэтому своей целью он поставил арест нашего друга. Мы не можем допустить этого. Только мистер Навальный способен дать России свободу и демократию. Наша первоочередная задача, как нации, усилить кампанию, проводимую слабовольной администрацией Обамы в отношении России. Наша задача заставить России пожирать себя изнутри, внося смуту и раздор в общество этой страны. То, что не получилось сделать у мистера Навального сегодня, завтра получится сделать у многих тысяч таких же, как он. Мы заставим русских взяться за оружие. Мы настроим чеченцев, татар, башкиров, тагестанцев против русских. Мы обязаны заставить их драться друг с другом. Мы обязаны умножить действия, направленные на дискредитацию православной церкви в России. Патриарх Кирилл более не справляется с возложенными на него надеждами. У него не получилось лишить людей веры в Бога. То есть он для этого стоял, чтобы лишить людей веры в Бога? У него лишь удалось лишить людей веры в церковь. И если ничего из вышеперечисленного не сработает, нам не останется иного, кроме как объявить быструю победоносную войну в этой стране. Быструю потому, что через три месяца после того, как мы прекратим закупать газ и нефть у этой страны, правительству президента Путина нечем будет платить заработную плату своим военным. И когда мы введем свои войска в эту страну, защищать ее будет некому. Потому что мы недавно истребили дух патриотизма в русских, превратив их в нацию злобных, мелочных и завистливых недолюдей. Мы заставили их ненавидеть свою страну, ненавидеть друг друга, ненавидеть собственную нацию. Русских больше нет, мы их уничтожили. Мы разрушили СССР, мы разрушим и Россию. Так закончил свое выступление кандидат в президенты США МИД Ромни. Приглашаем всех бывших граждан СССР готовить гражданские иски против США за потерю вкладов и имущества в связи с развалом СССР и за действия США. Необходимо рассмотреть гражданскую ответственность США, в том числе за организацию межэтнических конфликтов и терактов для тех же целей. Организация войн и связан с этим потерей имущества, денег, гибель родственников. Ну и сколько? Посмотри, 44 минуты. Ну, половину прошло. Так, ну-ка, ну-ка, подожди-ка, кто у нас тут? Подожди-ка, о, у нас гликерия тут сегодня. Вот, на молитве мы были, Володя считал, тут баба Надя, она занимается ею. Так, босиком по полу не бегать, пол холодный. Я уже предупредил третий раз сегодня. Она будет кашлять. Ну, все, я сейчас голубями буду заниматься, выпускать их.